А кто тут? А кто тут лежит? Ну, и убежала. Не захотела. Не снимайте меня. Скажи, разрешение не взяли и снимайте. Субтитры сделал DimaTorzok Горшка пустого. Какие-то у меня вот, вот эти вот пышные большие, вот вот эти. Это мне отдала мама. У нее такие, вон они корни пускают, в баночки стоят. Их бы надо бы подсадить бы. Тут вот пустой горшок. Ну что, на вот этой части я сейчас убрала. Вот это же были цветочки. И у меня вот такая вот еще есть. Помните, раньше это были такие, как типа березка, да? Вот. А один могу я еще горшочек даже как-то подвесить. Вот, допустим, на веревочку могу подвесить. Два сюда поставить. И вот я придумала там... Ну, не придумала, сейчас буду придумывать. Хочу вот так вот полочки сделать. Во-первых, у меня же сюда коты ложатся. И если я так займу цветами, для них будет мало места. Поэтому у меня все. Я стараюсь на ножках делать, чтобы кто-то из котов здесь мог полежать. Вот видите, все натрусилось. Сейчас буду это все убирать. Боже, уже пол лета прошло. Я еще весной думала. Ну, у меня на лето были сначала одни планы. Потом в связи с такой ситуацией планы поменялись. Я вообще не думала цветы какие-то, что-то рассаживать, пересаживать. Думала так-то. Вырастут, не вырастут. Потому что, я же говорю, были другие планы. Но так как все-таки они растут, надо с ними что-то делать. Вот там и в комнату часть цветов позаносила. Вот понаходила такие стеклянные... Ну, кусочки стекла. Буду из них, может, полочку камстрячить какую-то. Ну, мне не надо здесь капитальную. Мне даже наоборот хочется, чтобы она была стеклянная. Ну, как-то более прозрачность, что ли, была на балконе. Да, единственное, конечно, вот эти вот окна с той стороны не помоешь. Но я когда устанавливала, мне мастер так и сказал. Ну, поймите, во-первых, говорит, они, чтобы открывались, они же уже будут уже. И тут надо как-то так и так раму делать. И по деньгам это выходило дороже. Он говорит, оно вам надо. Я говорю, да, в принципе, оно мне не надо. Но если даже вот эти окна я могу вылезти, помыть, я их не мою. Ну, такая вот я хозяйка. Хозяйка, ну, такая хозяйка. Ну, мои окна, меня все устраивает. Нету моей помощницы, в другом конце мира живет. То она мне помогала окна мыть. Ну, сама не хочу мыть. Господи, я аж присела. О, мамочки родные. Так бабахнуло. Фу, кажется, знаете, аж воздух весь. Ой. Мне аж плакать хочется. Господи, так страшно. Фу, все, не могу. Ну, все. Наконец-то привела в божеский вид свой цветочный уголок. Попересаживала. Сухое поотрезала. Землю повскапывала. Что-то, то, что там засохшее оторвало, выкинуло. В общем, вот так вот. Этот цветочек тут. Там для него лесенка. Сейчас я поверну его в ту сторону, чтобы он был под лесенкой. Он как-то в эту сторону клонится. Сейчас я его лесенку переставлю. Я вон там сделала из палочек. Этот здесь цветочек. Вот новенький, то, что в этом году я купила, подсадила. Вот этот вот у меня в этом году новенький. Этот, видите, как шикарно разросся. Вот. Вот сделала такие вот стеклянные, как бы можно сказать, полочки. Вот так. Вот. И все в порядке. Все стоит нормально. Да ничего с ним не треснет. В принципе, сюда можно еще пару палочек вот так подставить. Как опора. И все. Тут попылесосила, убрала. Вот. А эти цветочки сюда. Ну, вот как мне девочки посоветовали. Да, я эти пока поотрезала. Ну, я не знаю, мне эти жалко было выкинуть. Я их пока в стаканчик с водой отрезанные. Ну и посмотрим. Попробую их сильно не заливать. А по мере того, как вот. Ну и этот вот убрала. У меня, конечно, нет таких прямых солнечных лучей. Но утром, да, солнышко всходит. Я убрала пока в сторонку это все. Вот. Так что вот так вот здесь у меня тоже порядочек. У меня что-то сегодня целый день уборки. То на балконе зацепилась. Ну, тут у котов я каждый день убираю. Потому что, ну, котики, они песочек вот там шкребут. Вот там вот. И естественно, вот это лапками несут. И, конечно же, я каждый день здесь вымываю. Тазик вынимаю. А тазик, вы знаете, я иногда, он такая, как маленькая подстирушка. Я иногда руками стираю. Думаю, это ради там трех тряпочек заводить стиральную машинку. А собирать их тоже. Пока насобираешь там то одну мелочевку, то другую. Да ладно, думаю, подстираю. Тут помыла. Здесь полы на кухне помыла. Какой корм котикам я даю? Вот такой вот. Вот. Для стерилизованных. Разные. Они с разным вкусом. Тут мясо. Такое. Ну, разные там есть. Это просто одного вида. Ну, выгоднее так, допустим, покупать. Ну, вот у меня с разными вкусами. Вот такое вот есть какое-то. Со вкусом рыбы. Такого мяса, такого мяса. То есть сразу как бы закупаю. Вот. Барсик вот такое у меня любит. Иногда я вот такое в магазине им беру. Как-то было по акции взяла. Что еще как-то я взяла? Ну, я смотрю, они не все едят. Поэтому я так, беру на пробу. Если что-то едят, вот такое, да. Такое им нравится. Поэтому такое я беру. Вот такое взяла. Ну, это как побаловаться такими палочками. Как-то мило поначалу съела, а потом не захотела. А барсик вроде бы как кушает. Потом что еще? Я отвариваю иногда им говядину. По кусочку даю отварной говядины. А знаете, а посчитать можно сказать, ого. Так а посчитать корм столько же и стоит. Корм такой же дорогущий. Дешевого ничего нет. Вот у меня вот это стоит для персика. Ну, персик сейчас вообще редко заявляется где-то. Я его даже приглашаю. Приходи, я тебе покормлю. У него чуть дешевле я покупаю корм. Вот. Ну, он любит такой. Так что вот таким вот кормлю своих котиков. Что я сейчас делаю? Картошка с мясом. И сверху сырочек с майонезом. Это не праздничное. У нас никакого ни праздника, ничего. Просто у меня мясо, которое, знаете, ну, надо с холодильника его израсходовать. Что ж оно лежит, оно испортится. Поэтому, как бы, купила тогда выгодно по хорошей цене. Часть израсходовала, часть осталась. Поэтому сейчас возьму вот так вот, на такие нарежу. Вот здесь уложить пятачками в духовку. Вы знаете, это типа как мясо по-французски. Мясо с сыром, с майонезом, салатик. Сейчас на тарелочке порционно пораскладываю. Ага, одной рукой неудобненько. Вот такая вот вкусняшка. Боже, как это вкусно. Я руками. Я буду есть руками. Руками всегда вкуснее. А почему? Попробуй, могу я это есть или нет? Да, не важно. Как это не важно? Да главное, чтоб я наелась. В чем тут ты наелась? Ты сначала попробуй. Если все в порядке, тогда я могу есть. Не в порядке, не ешь. Да в порядке, в порядке. По тебе видно, что все нормально. Видишь, я своими руками сейчас поковыряюсь. А потом будешь кушать после меня. Я не брезгую. Ну ладно. Ну ладно. Стоит над душой. Ну сейчас и тебе дам. Вот такое вот объявление. В больницу, в аптеку, вернее, Мечникова требуется уборщица. Значит, влажное, сухое прибирание помещения. А также возле помещения этого надо на территорию убирать. Зимой снег. Значит, что с 7 до 16 работать 5 дней в неделю 6,5 тысяч гривен. Вот посчитайте, сколько уборщица в день зарабатывает. Вот такая вот зарплата нормальная. Конечно, можно сказать, что там уборщица. Но это могут сказать только те, которые не работали на этой работе. А на это надо здоровья и силы. А сегодня что у нас суббота? Ну, даже дело уже ближе к вечеру. Людей, слушайте. Я вот буквально два кадра сделаю. Господи, яблоку упасть негде. Не буду ничего снимать особо. Вы же сами понимаете. Вам было бы приятно, если бы вас снимали. Ну, это так, чтобы представления имели, что людей очень много. Очень. Сейчас пойду в воду попробую. Какая вода, кстати, прибыла. Потому что она отходила, а эта вода прибыла. Вон там, смотрю, во дворе еще один рыжий котик. Вон, смотрите. Видишь? Персик. Кушать пойдем? Кушать будешь? Вон комары на табу летают. Кушать будешь? И? Покажи, какой ты красивый. Гулящий. На улице. Уже позднее вечера ты гуляешь. Идем покушаем. Идем? Персик. Идешь? Нет? Не идешь? Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Не идет. Кушать. Под звуки тревоги. Как раз, да, хорошо кушается персик. Не-е-е. Так я решил зайти покушать. А то думал, сидел там возле подъезда. Чего его думать? Надо брать да кушать. А этот рядом сидит, наблюдает. А это в подъезде. Мила, там кто-то идет. Все.